Подписывайтесь на наш канал. Дальнейший наш путь после Хорвирала. Направляемся к Нараванку, тоже монастырь, скалы где-то в ущелье. Смотрите какая дорога, почему-то вот эти блоки расставили здесь, вместо разделительной полосы что ли обозначают. Очередные горы, очередной перевал, такая дорога извилистая по пустынным горам, вокруг даже трава не растет. Добрались на перевал и вновь отсюда вот такие виды на Арарат. Красиво. Ну что, полюбовались и едем дальше. Только что проезжаем, вот справа от нас там перевернутая машина в пропасти, потому что смотрите здесь даже на этих перевалах не везде есть ограничитель. Вон столбики стоят, а там за столбиками пропасть. Ух ты, все выше и выше, красотища какая там. Пустынная местность, марсианские лунные пейзажи, но очень-очень чистый воздух, такой прозрачный, прохладный. Нам еще ехали где-то километров 40 до Нараванка. Вот пустынные горы и здесь оазис. Это поселок или городок Орении. Известен своим производством вин. Очень прикольно. Едешь так, горы какие-то все желтые, высвешившие, подъезжаешь к населенному пункту, а он весь зеленый. Люди живут, что-то выращивают. Какая красота! Куда мы въезжаем, ребята, вы посмотрите. Узкая дорога, огромные скалы, которые уходят куда-то ввысь. Да, он сын сразу захотел здесь дома. И вот вся дорога проходит по вот этому глубочайшему ущелью. Внизу, наверное, когда-то текла речка, которая образовалась вместе с ветром. Вот такие вот красоты. 8 километров. Вот такой необычайной красоты. До этого пустыня просто вокруг. Здесь горная пустыня. А сейчас едем зелено, скалы такие. Причем, обратите внимание, какого цвета скалы здесь. Оранжево-красный. А вот мы уже увидели монастырь Нараванг. Сейчас будем к нему подъезжать. Посмотрим его вблизи. У нас скалище на какой высокой, высоченной располагается. Красота! Ух-то! Прям красные-красные скалы. Очень красиво. И очень жарко. Почва цвета кирпича. А он уже монастырь, мы уже к нему почти подъезжаем. Если хор-верап переводится как глубокая яма, то Нараванг это по-армянски значит новый монастырь. Нараванг один из самых труднодоступных монастырей Армении. Благодаря вот этим вот ответственным красным скалам, которые... Ну-ка, там что, человек, что ли? Альпинисты любят залазить. Здесь же хачкары располагаются. Во всех монастырях есть свои хачкары. Богатые роды этими хачкарами увековечили память о своем роде, когда кого-то из своих известных людей хоронили. Большой дар передавали монастырю. За это хачкар данного рода ставился здесь рядом с монастырем. Монастырь находится на уставе, поэтому очень сильный ветер. Он состоит из нескольких зданий. Вот. Ух ты, какие лестницы здесь. Ай-яй. Сложно туда забраться. Здесь вот нижняя и верхняя церковь. На верхнюю церковь необычные ступеньки ведут, по которым очень сложно забраться. Вон люди... Тем более, когда там много людей. Друг другу мешаются, а можно только один человек одновременно пройти. Здесь храмы отлично видно розовые гуры. Здесь располагается вот тарь и место для свечей. В Армении все места для свечей в виде такой своеобразной песочницы, в которой еще вода. А это мы уже в верхний храм залезли. Он очень светлый, потому что... Вон какие... Здесь... Вот здесь вот, да, алтарь. Здесь... Смотри, света как много за счет того, что такой куполник открытый. И опять же, виды, да? Красные-красные горы. А здесь молельная комната такая, небольшая. Люди сюда забираются и остаются наедине с небом. Вот с такой высоты видно отлично все окрестности, горы. А вот поднимаемся, тебе спускаться нужно. Спускаться всегда тяжелее. Тем более, вот по таким лестницам. Лестницы сантиметров 30-40. Вся уже отчеканенная, все отшлифованная. Ну что, идем вниз. Так же мы сейчас спускались и поднимались. Квест, да? В Форверапе. Огромная яма. Болубь. Здесь лестница такая необычная. И тут опять какая-то яма. Смотри, дети еще одну яму нашли. Так. Дети полезли в какое-то подземелье. Ну вылезет и расскажет что там. Мик, подожди. Умись, еще немного. Что такое? Да нам страшно. Папа еще. Я первая, я-то я первая. Мне не страшно, я ничего не боюсь. Вот мы спустились. Да, и здесь не страшно. И здесь тоже какой-то мини-алтарь. Я не копирую полезу. Ну ничего, я в парах. Видимо, молельная колония. Наверное, тут еще крышки накрываются. Останки от укреплений старого монастыря. А вот и обрыв. Ух ты! Это вот по этой дороге мы ехали. Вон она как вниз уходит. И так же поедем. Мусочина и красотища. Ну вот еще один монастырь посетили. Столько достопримечательно за эти дни. Столько красот. Находится так одиноко. Сюда нужно по дороге отдельно километров 9 ехать. И он как бы в тупике располагается. Посреди гор. Поэтому, наверное, сохранился так. Более-менее, что не каждый враг всегда мог доехать и проникнуть. Вот еще хачкары. А под ними вполне возможно останки древних людей. Их родов. Каждый какой-то необычный. Ни один хачкар не повторяется. Вот, например, здесь вообще с картинкой. Лев нарисован. Это что, это герб родовой наверняка? В 2000-х годах 300-х монголов завоевали Армению. Но по какой-то странной причине данный монастырь, в отличие от других, они не разрушили. А только разграбили. Это еще одна церковь Сурб. Которая буквально на обрыве располагается. Здесь много людей. Судяло, видимо, основная служба здесь проходит. А вот хачкары, под которыми останки людей, монахов. И вот вроде бы под хачкарами это как кладбище, то есть останки людей находятся. И вроде бы во многих других цивилизациях ходить по ним нельзя. А здесь другое. Подразумевается, что люди умершие таким образом передают как-то добро людям, живущим, которые ходят по этим хачкарам. Субтитры создавал DimaTorzok